Здравствуйте, друзья! Итак, очередной прогноз, который заслужил свою популярность. Вы мне пишите в комментариях большое количество благодарности и спасибо и вам за то, что смотрите мои прогнозы. Хочу сегодня опубликовать прогноз с 27 мая по 2 июня. Итак, понедельник, 27 мая. День, связанный с пониманием того, что хочется с кем-то общаться. Сегодня очень хороший день для того, чтобы наладить отношения, для того, чтобы выяснить отношения, для того, чтобы коммуницировать с внешним видом. Не сидите дома, постарайтесь выходить на улицу, старайтесь с кем-то общаться. Также у людей на этой неделе будет ощущение, будто тянет друг к другу. То есть это как с интересом, так и без интереса. Очень хорошо в это время заниматься расширением своих знакомств, коммуникацией с внешним миром. Очень улучшится состояние, связанное с сердцем, сердечно-сосудистой системой, с головой. Улучшится настроение, улучшится состояние стоп, вен на ногах, копчикового отдела. Также по поводу денег, материальное благополучие с сегодняшнего дня начнет немножечко подниматься. Улучшится общее состояние, также улучшится и здоровье. Вторник связан с состоянием надежды, веры, внутреннего подъема. Ощущение такое будет, как будто не хочется ни на кого злиться. Все будут мириться. Людям очень хорошо в это время знать, что это самый лучший момент для того, чтобы начать лечение, сделать операцию, помириться с близкими. Очень хорошее время для того, чтобы сойтись, объединиться, для того, чтобы наладить бизнес, для того, чтобы найти партнеров. Плохое время для разводиться, разрушать и так далее. Хороший такой день, потому что будет подъем настроения, улучшится внутреннее состояние. День связан с подъемом духовной энергии. Тепло проявится. Те, кто является злым человеком, подобреет. В общем, такое будет теплое отношение. Среда связана с обалденным состоянием бизнеса. То есть, бизнес начнет расти, все доходы увеличатся. Близкие, но могут быть проблемы, которые связаны с близкими, потому что в это время у близких могут получиться какие-либо небольшие аварии. Особенно это касается скорпиона, рыб и раков, потому что в это время могут быть травмы ног, травмы кистей рук и весов, потому что в это время могут быть у весов травмы глаз. Поэтому аккуратно. Среда хороша для того, чтобы начать создавать что-то, закладывать фундамент, открывать свой бизнес, открывать или начинать заниматься каким-либо бизнесом. Хорошее время для любого начала. Также хороший день для того, чтобы сделать предложение, жениться и так далее. Четверг связан с травматичностью. Не торопитесь, не переезжайте, не спешите. Старайтесь четко осознать, что спешка и нервы в этот день чреваты тяжелейшими расставаниями, конфликтами, большим взрывом эмоций и так далее. Постарайтесь максимально терпеть, максимально не злиться. Проведите свое время максимально в теплой обстановке. Также хочу сказать, что четверг чрезвычайно травматичен на этой неделе. Поэтому будьте чрезвычайно аккуратны при вождении автомобиля. Не используйте, не выполняйте опасную работу. Также четверг неблагоприятный день для тех, кто собирается сделать операцию в четверг. Пятница связана с ухудшением бизнеса, ухудшением отношений, ухудшится общее настроение. Будет такое ощущение, как будто все стало. Но помните, такой день я обычно называю глиной, ничего не происходит. Но помните, человек, который живет в глине, ему чрезвычайно тяжело. Но в случае, если он гончар и начинает лепить что-либо из глины, то у него что-либо 100% получится. Поэтому этот день для аккуратного предпринимательства хорош. Для тех, кто занимается строительством. Хорош для тех, кто собирается начинать бизнес. Но в целом такой день будет застой чувств, застой эмоций, застой желаний. Ничего не будет хотеться. Упадок физической и психической энергии. Хороший день суббота связан с увеличением материального благополучия, с ощущением пищи. Ощущение будет такое, что все наладилось, спор решится. В случае, если вы собираетесь выйти замуж, то сделать предложение или дать согласие лучше всего в субботу. В здоровье небольшое может быть ощущение такое, как будто недомогание, которое связано с слабостью. Появится ощущение, будто вы все время находитесь в прошлом. Близкие начнут хандрить немножко. Постарайтесь сделать так, чтобы день был не агрессивный. Не уходите или не уезжайте в поход. Вот неблагоприятное время для выезда из дома, неблагоприятное время для покупок. Также в субботу может быть проблема, связанная с обманом, воровством. Поэтому берегите карманы и сидите дома. И воскресенье великолепное время для начала получения новых знаний. Постарайтесь либо обучать, либо учиться. Старайтесь быть учеником или учителем. Старайтесь ситуации, которые накопились в вашей жизни, объяснить себе. Потому что это день ума, день накопления информации. Очень хороший день для восстановления психики. И очень плохой день для активных физических упражнений. Поэтому если вы на этой неделе собираетесь идти в турпоход или выезжать куда-либо, то четверг, суббота и воскресенье самые для этого неблагоприятные дни. Берегите себя. Знайте, что наша жизнь динамична. Все в этой жизни меняется. Нам все равно придется эту жизнь прожить от начала и до конца. Несмотря на то, что нам кажется иногда, что все плохо или все хорошо. Мы все равно проживем. Находите наслаждение в каждом дне. Как это начать делать? Постарайтесь каждый день утром произнести себе слова. Я нацелен на то, чтобы получать наслаждение от каждой минуты, проведенной на сегодня в моей жизни. Не обижайтесь, не проявляйте агрессию. Будьте терпеливые и будьте добрые. Всегда помните, добрую собаку кормят, злую наказывают. Поэтому старайтесь быть более добрее, более теплее, более радостнее. Старайтесь не предъявлять претензии, не использовать других людей и больше любить. Будьте здоровы. В целом, прекрасная неделя и хорошие дни. Понедельник, вторник, среда. В общем-то и суббота и пятница. Плохие, в общем-то, дни это четверг и воскресенье. Будьте здоровы и счастливы. До свидания. Поставьте свой комментарий обязательно под данным видео. Спасибо.